всем привет дорогие друзья на связи штаба горового спецназа и сменный сизист иван создатель я после долгого перерыва и пока после технических устранения технических неполадок возвращаюсь бесконечное лето врут плохой концовки славе произошла такая неприятность что устроив в генеральную уборку памяти своего планшета я удалил кое-какие установочные файлы бесконечного лета из-за чего приложение было пустышкой то есть загрую вот она не загружалась ничего такого не выдавала то есть приходилось переустанавливать приложение и конечно же наверстывать упущенное итак мы остановились на том как лиса пригласила нас на патис на пляж с ульянкой но решил но из-за каких-то блин насмешек над семеном она сунула ему женские плавки поэтому а семен конечно же человек нет такой но не любитель выставлять себе на посмешище и поэтому сейчас отправимся на поиски плавок просто я только что пытался записать эту серию но потом спохватился вдруг у меня звук отключен или там вебка хотя вебку я отрубил после съемок конспирологии ладно приду через десять минут и не опаздывай сказав это она убежала я попрелся к домику вожатой чтобы взять полотенце заодно попытаться еще его нибудь соорудить плавки в комнате меня ждал ольга дмитриевна семен а шульки ничего не слышно ровно столько же сколько и полчаса назад я подошел к своей кровати взял полотенце куда ты собираешься да на пляж подожди а у тебя есть плавки а то а то ты вроде без вещей приехал странно что этот факт не смутил ее при первой встрече нет а в чем пойдешь действительно в чем не знаю сейчас подожди она подошла шкафу и открыла ключом запертый ящик через мгновение у вожатые в руках были обычные мужские плавки черного цвета и откуда они у нее взялись а главное зачем хотя может кто-то из прошлой смены забыл мало ли учитывая все странности этого лагеря найти мужские плавки в комнате ольги дмитриевны это еще не самое удивительное спасибо плавки были как раз моего размера я переоделся за домиком и пошел на пляж там уже собралось много пионеров на их знакомых только алиса и ульяна иди к нам я подошел и села рядом с ними на песок смотрю ты нашел получше она уставилась на мои плавки и хитро ухмыльнулась улыбнулась как видишь пойдем плавать не хочется что то может попозже я бы не был большим любителем купаться ну как знаешь девочки убежали к воде зачем вообще сюда пришел почему не еще ответы раскатки но волнует ли меня это меня сейчас кстати там поезд я давно заметил что там поезд но разве это это не семена не удивило там типа что поезда ходят значит есть люди там да конечно за эти три с половиной днем со мной произошло много всяких странных событий но ни одной из них сама по себе взяты отдельно не казалось мне чем-то через чур фантастичным извините я просто сейчас бегал помогать отцу и генератор вытаскивать тем более я совершенно не приблизился к разгадке напротив все что случилось только больше запутывала ситуацию ты какие у меня альтернатива от местных обитателей правда не добиться если они вообще из ее знают пытаться уйти отсюда но далеко ли я пойду дойду пешком при том что даже не знаю где точно нахожусь получается что мне остается только ждать через некоторое время девочки вернулись где на что-то держала в руках смотри я поднял глаза и увидел рака обычного речного рака ленка легла рядом и принялась его мучить оставь бедное животное в покое ты что это же рак ну что что рак он тоже имеет право на жизнь сейчас ему клешни поотрываю а потом попрошу париху сварить на ужин как будто тебе больше есть нечего я посмотрел на алису похоже ульянкина забава с бедным членстоногим ее совсем не интересовали хоть ты ей скажи а что такого он же рак так ему и надо кажется эти девочки прогуливали его руки при раздавении в начальных классах и бережно отношение к окружающей среде им было чуждо отдай я выхватил рака ульянки да ради бога меня немного удивило что она не стала сопротивляться я посмотрел глаза бедному животному они совершенно ничего не выражали но думаю если бы он умел разговаривать обязательно был взмутился бы возможно даже сослался бы на конфи на конвенцию оон о правах человека правда не уверен что это бы помогло я отнес рак к реке отпустил на волю ничего еще наловлю тут их много сказал ульянка кто бы сомневался пробормотал себе поднос время шло и незаметно незаметно меня разморило я затремал не помню что мне снилось если снилось вообще но проснулся от того что кто-то тряс меня за плечо надо мной состояла ольга дмитриевна тоже поплавать пришли спросил я спросонья нет уже обед скоро мы шурика все еще не можем найти сказала вожата стоящий передо мной в мокром купальнике и хочу чтоб ты поискал его а что кроме меня в лагере больше пионеров нет я искренне возмутился с каждым разом становилось все понятнее что ольга дмитриевна держит меня за посыльного с функциями раба или наоборот раз я пришла к тебе значит хочу чтоб ты мне помог и почему же именно мне ко мне однако подумав решил согласиться конце концов плечи и все спина сильно обгорели на солнце во время сна поиски шурика возможно позволит получше познакомиться с теми местами лагеря где бывать мне еще не доводилось ладно в плавках эти не камильфа поэтому сначала надо было переодеться и вот спустя 10 минут и стоял на пороге домика ольги дмитриевны думал куда пойти так ну мы на концовке со славе значит домик номер 17 вот этот наш но все же это глупая затея если бы шурика прятался где-то в лагере его бы давно нашли если конечно он сам бы того с того захотел так что вряд ли мне удастся чем-то им помочь и с этими мыслями зашел домик развалился на кровати если меня здесь найдет только дмитриевна ничего хорошего не будет впрочем это уже через чур тварь я дрожащий ли или права имею да и делать не ничего не хотелось день сегодня как и все прошлое был жаркий так что осталось только лежать и убеждать обеда я уже было задремал как дырь постучали войдите на пороге стояла славя а ульги дмитриевны нет нет а ты что делаешь спросила на некоторыми недоверием я глядя у кровати себе ответил лежу это я вижу но я слышал что тебя ольга дмитриевна поручила искать шурика ну да и какой смысл она уже наверняка весь лагерь в дверь в дно перевернула дыха прошло не так много времени зачем панику разводить всякое бывает славя задумчиво посмотрел на меня вставай а это обязательно меня настолько разморела что даже мысль о том что сейчас придется куда-то идти пугало да как бы то ни было славе отказать нельзя отказывать нельзя я не хотела встала вместе с ней вышел на улицу некоторое время просто ели на пороге и грелись в лучах летнего солнца хотя я скорее жарился куда пойдем надо поискать везде отличная идея просто отличная первым пунктом нашего маршрута была библиотека славя подошла к жене сидевшая за столом о чем-то с ней заговорила я же просто стоял дверях и ждал лишнего раз общаться с местной библиотекарши у меня не было никакого желания через пару минут славя вернулась ко мне и как нет она покачала головой чего собственно можно было ожидать столовая до обеда осталось еще порядком времени так что не стоило ждать здесь привычной толпы пионеров внутри было также пусто как снаружи пока славя разговаривал с паврихами сидел и в руках солонку немного соли высыпалось на стол если бы я верил в пример наверняка бы расстроился как ни странно его не оказалось и здесь было бы удивительно если бы она нашла его скажем в холодильнике далее по плану шел медпункт внутри внутри я решил не заходить и подождал славю снаружи результатов никаких на спортивной площадке пионеры играли футбол шурику затеряться среди них было не было бы проблематично наконец мы подошли к зданию кружков ты считаешь что он может быть тут мне кажется это первое место где он его стоит искать зайдем внутри никого не было славя открыла дверь в соседнюю комнату и зашла я последовал за ней все это казалось мне очень глупой затеей тем более странным было то что инициатива исходила от славя и ты понимаешь что ответственность там все дела но очевидно же что его нет в лагере конца концов не играешь же он с нами в прятки и здесь нет а чё ты ожидала что он в шкафу сидит ну кажется я ее обидел извини извини просто серьезно я понимаю но надо ведь проверить все варианты слушай а ты а ты что думаешь насчет исчезновения шурика да может быть он гулял в лесу и там поймал леший она рассмеялась неправдоподобно как то впрочем в этом лагере что угодно может быть правдой да наверно сейчас не время для шуток не грусти найдется он надеюсь славя улыбнулась а ну мне еще кое-какие дела увидимся она ушла я еще некоторое время стоял разглядывал кладовку кружка кибернетиков однако активность славе меня так вдохновила что решил поискать еще где-нибудь смысле так так и значит я одну на стоянку к мику пойти вот и точная станция то алиса нас заманит ну пойдемте в лес пожалуй конечно было понятно что только дмитриевна с пионерами с пионерами уже осмотрел весь лагерь возможно сказать причесал вдоль и поперек поэтому искать шурика например столовый на пляже было глупо тем более в кружке кибернетики кружки кибернетики там был его второй дом может даже и первый поэтому стоило посмотрите от крестный лес естественно далеко заходить мои планы не уходило иначе приходил пришлось бы искать и меня вообще я в своей жизни не так уж часто был на природе разве что в детстве и юношестве ездил на дачу каждое лето которая к тому же была рядом с городом в этом лагере в этом мире можно найти все чего так давно не видел крошечная кромешная зелень пение птицы свежий воздух я вышел на лесную полянку сел на пенек как же здесь спокойно и куда только шурик запропастился хотя с другой стороны он мог исчезнуть и не по своей воле сам этот лагерь далек от нормальности так что ничего удивительного здесь попал что здесь пропадают пионеры интересно только всему виной та сила которая забросила меня сюда ли вмешалась какая-то мистическую мистичково чертовщина погруженный в свои мысли не заметил как трава передо мной начала шевелиться я просмотрелся внимательно увидел белку она осторожно подобралась ко мне и усталась на мои руки наверно привыкла что ее здесь кормят прости животное мне ничего с собой нет конечно белка белка не могла меня понять и продолжала просто сидеть и ожидаю угощения не стало даже несколько обидно что в кармане не завалялась даже крошки хлеба я поймал себя на мысли что стыжусь а ты смотрите в глаза и пошел дальше после нескольких минут плутания вышел к умывальникам получается что в лесу его нет по крайней мере в лежащих окрестностях а идти дальше попросту страшно подошел к умывальникам снял рубашку решил немного плоснуться так как довольно сильно вспотел однако это казалось не так просто раковину в раковину залезть явно не получится тут нет даже ковшика только за эти послышали шаги я обернулся по дорожке мою сторону шоу электроник шарика искал да а ты и я слушай ты же его лучше знаешь куда он мог пойти не имею ни малейшего понятия расстроен ответил он да уж просто я не очень понимаю зачем разводить такую панику ночью он же он был с тобой в домике то есть и у нее и у нет совсем недолго может прогуляться пошел ты просто не знаешь шурика сказал электроник взволнованно он фанатик своего дела робототехника гибернетика это его жизнь таких людей один на миллион нет на миллиард его талант не знает границ я восхищаюсь им это стальной человек нет даже победитовый в эту минуту он был похож на гитлера читающий речь перед многотысячной толпой это и вот и сейчас по очень похож где же стикуляция соответствовала ладно и что с того как что ты не понимаешь нет он все понимаешь все свободное время проводит нашем клубе то есть вот так пропасть для него странно конечно электроник кажется немного успокоился ладно он пристально посмотрел на меня мы собираешься да не не то чтобы просто полоснуться то жарко я вот тоже но гляделся их жаль ни ведра ни ковшика нет ни еще облиться это уже заметил тогда сделаем так он обошел умывальники протянул потянул один из кранов к моему удивлению его носик поднялся и вода лилась уже не в раковину по почти под прямым углом так можно было вполне помыться электроник же тем временем снял рубашку а затем присел и кажется спустил шорты точно я сказать не мог так что так что так как он по пользу был скрыт за умывальниками он направил струю на себя и начал напивать себе поднос чисто-чисто моем трубочиста я стоял в полнейшем в полнейшем шоке не знаю что и думать похоже он это заметил сейчас помоюсь тебе место уступлю не аж передернуло да нет знаешь я вспомнил что у меня еще дела мне пора при всех странностях электроника таких наклонностей я за ним не замечал ты чего такой же жаркий день помыться под холодной водой самое лучшее удовольствие не 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 так не пойдет и вообще мне пора уже я быстро надел рубашку убежал обратно в лес интересно что это не на него нашло на обед я шел со смешанными чувств выполненного долга и бесцельно прожитых несколько бесцельности последних нескольких часов столовая была битком оставаться незамеченным не получилось меня кинул окликнула ольга дмитриевна семян иди к нам за четырех местным столом сидела вожатая славя электроник я кивну головой отправился за обедом на этот раз мне пришлось несколько минут постоять в очереди сегодняшнее меню мало чем отличался меню от предыдущих дней по крайней мере по внешнему виду блюд когда я сел за стол и пожелал всем приятного аппетита ольга дмитриевна сказала ну что вы думаете о чем о шурике уже обеда его не все нет а я подметил пуши пушкинскую рифму но не стал акцентировать на этом внимание мы обыскали весь лагерь а я обошел весь окрестный лес ольга дмитриевна посмотрел на меня и я помогал надо звонить милицию может хотя бы до вечера подождем для него заметил я домой он поехал например не может быть шурик живет отсюда в тысячи километров но так на поезде до ближайшей станции она замолчала далеко вот это было уже интересней как только разговоры заходил о том как выбраться из совенка все местные обитатели сразу же пытали ее то сменить тему далеко это сколько это много вожата посмотрела на меня так что по ее виду можно было понять что дальнейшие расспросы не уместны значит надо идти глубже в лес что он заблудился у шурика всегда с собой компас вмешался разговор электроник интересно что еще можно найти в чудо жилетки если она у него вообще есть мне бы компас вряд ли помог заплутая в лесу и в милицию милицию вечером хотя бы немедленно ну до вечера все замолчали еще далеко до вечера я в этом смысле если он вправду пропал то нельзя медлить мы не можем пока этого знать ну а где он тогда где он словах вожата была доля истина довольно странно что так прятаться целый день да и зачем ему это все таки шурик показался не вполне вполне серьезным пионером а такое поведение больше походило бы ульянки значит действительно были основания полагать что он пропал в любом случае мы сделали все в любом случае мы сделали все от нас зависящее теперь остается только ждать славя электроник Ольга Дмитриевна грустно посмотрели на меня но ничего не ничего не сказали закончив обедать я отнес поднос на стол с грязной посудой вышел из столовой еще даже не повни вторая половина дня чем бы заняться лагерь словно отходил к послебеденному сну только генда пристально смотрел на меня из-под очков конечно взгляд его не был направлен на что-то другое но мне казалось что он следит именно за мной наверняка он знает куда пропал шурик только вот рассказать не сможет я задумался над исчезновением руководителя кибернетического кружка может быть она тоже как-то связана с моей ситуацией о пионер передо мной стояла медсестра я попросили на посмотрел на нее посиди в медпункте за меня мне нужно срочно отойти травма у кого-то я да ты вот ключи медсестра кинула мне ключи и убежала почему именно я как будто больше некому и кто и что конкретно я должен делать если что-то случится но раз уж отказаться не успел то ничего не поделаешь я стоял перед дверью в нерешительности с одной стороны ничего страшного посижу здесь полчасика она вернется но если кто-то действительно придет за помощью со сломанной ногой или пробитой головой не охватил не шуточное волнение наверное в этом лагере кроме садина синяков никаких серьезных травм не бывает но в то же время не давала покоя мысль случись что я окажусь беспомощным сейчас минутку ведь я даже не представляю как правильно делать искусственное дыхание просто я тут собираюсь пометки сделать мое внимание привлек журнал лежащий у медсестры на столе хороший способ отвлечься наверное он назывался советская модница год и месяц издания указаны нигде указаны не были впрочем ничего удивительного здесь случаются и более странные вещи а про советские журналы я знал всего лишь чуть больше чем ничего может на них не печатали дату выпуска с глянцевых страниц на меня смотрели модели разреженные в старомодные платья сейчас бы так точно не стали ходить я усмехнулся интересно например славя считает это модным представляю что было бы если бы она наделала нечто подобное и появилась в моем времени вот и иду я с ней под ручку в своем пальто с капюшоном на голове а она в пышном платье с рюшечками получается я уже представлю вас славя в моем мире вместе со мной и не только славя вот это платье больше подойдет ульянке а вот это сарафанчик алисе а вот это юбочка кофточка ленья действительно если бы эти девочки были реальными нет я видел их слышал голос мог даже прикоснуться но они все равно здесь а я просто не принадлежу этому месту оно для меня чужое я просто жду возможности выбраться отсюда жду потому что от меня уже ничего не зависит я вздохнул и положил голову на стол и задремал меня разбудил шум открывающейся двери на пороге стояла лена а медсестры нет тогда я попозже зайду я за нее раз на меня возложена обязанность по лечению пенеров то к чему к делу надо подойти со всей ответственностью хотя на самом деле я наверное просто боялся что из-за меня что-то случится а что жалуетесь я постарался как можно аккуратнее вынуться чтобы не смутить лену да ничего такого голова немного болит просто сейчас исправим что-нибудь обезболивающее где какие лекарства лежат я конечно не знал поэтому процесс поиска занял порядком времени нашел я протянул Лене таблетку анальгина спасибо она улыбнулась это стало для меня неожиданностью я несколько несколько выпал из реальности уставшись на нее что она моментально смутилась слушай а вот интереснее интересно тебе понравилось бы такое не знаю что на меня нашло но я схватился с рассудок уже будь я хотел развлечься вместо того чтобы просто ждать возвращения медсестры лена посмотрела на рисунок да наверно а сейчас это модно наверно она смутилась и покраснела а почему ты спрашиваешь а действительно почему да просто так так некоторое время мы молчали как голова лучше спасибо и она улыбнулась я пойду удачи Лена вышла а я сел и принялся ждать и дальше листать журнал через некоторое время в дверь постучали медпункт что тут самое посещаемое место я внезапно представился медсестрой скорее хотя скорее медбратом и сказал давай идите дверь открылась на пороге стояла ульянка с каких пор ты стучишься а что нельзя она насупилась болит что-то а тебе как а тебе заезд какой стати рассказывать должна тебе сестра перед тобой я вальяжно закинул ногу на ногу и попросительно посмотрел на нее тогда я пожалуй пойду лучше умереть чем лечиться у тебя она хитро улыбнулась ты ведь даже не попробовала ульянка на мгновение задумалась хотя таблетки можешь и дать мне а что вас беспокоит она-то видела не сразу как же в животе а не пустота в голове пробурчала себе под нос чего ничего сейчас поищу в первом же ящике нашлась упаковка ножпы спасибо вам доктор она весело улыбнулась смотря на ульянку я никак не мог понять как такой жизнерадостный активный ребенок может испытывать проблемы со здоровьем небось ворованных конфет объелась она недобро посмотрела на меня нет все тебе оставила ульянка убежала хлопнув дверью наверное не стоило это говорить ну и хрен с ним я вновь углубился в изучение советских модных тенденций время шло а мне сестра так и не возвращалась в поисках Шурика я не участвовал разгадок по своему положению не искал просто сидел у листового журнала на мгновение даже показалось что такая ситуация мне вполне устраивает в конце концов пока что все происходящее можно считать чем-то вроде отдыха в летнем лагере а если ничего не изменится в ближайшее время тогда уже стоит волноваться начинать в дверь опять постучали сегодня эпидемия что ли какая-то на пороге стояла Славя ой привет а мне сестры нет? привет нет я за нее хорошо а мне бы она замялась что? кстати Семен сказал Славе внимательно посмотрев на меня что? я тут недавно свои ключи кажется потеряла ты не видел и ведь еще как видел да вот я вчера их нашел возле стола вроде бы хотел тебе отдать но забыл я врал очень неумелый меня выдавал румянец на щеках бегающие глаза и не находящие в себе места руки вот Славя взяла ключи а я уже был готов к любому уместному данной ситуации к наказанию но она лишь сказала спасибо так зачем приходила? нужно было как можно было сменить тему разговора что-то болит? да нет ничего странно всегда такая открытая Славя о чем-то умалчивает если что то говори меня сюда и посадили чтобы всех лечить я широко улыбнулся да нет то есть да но нет после этой фразы деление на ноль для меня стало реальностью но так чем могу помочь? ты? да мы ничем она улыбнулась и справилась уходить но вдруг остановилась хотя можешь выйти на минутку почему бы и нет? хорошо я вышел из медпункта и прислонился к стене интересно что он такого там делает что мне нельзя даже на это смотреть через минуту открылась дверь и вышла Славя у нее в руках было что-то был какой-то небольшой пакетик так не спрашиваем удачи крикнул я ей вслед спасибо она дарила дарила она меня напоследок милой улыбкой я посмотрел на часы время уже прилежалось к вечеру а журнал был прочитан вдоль и поперек а медсестра так и не возвращалась утрех дверь распахнулась и в медпункт вбежала Алиса она пристально посмотрела на меня а ты что здесь делаешь? сижу честно признался я ну и ладно так даже лучше что медсестры нет пробормотала она заболела? ехидно спросила я Алиса не ответила и подошла ко мне подвинься зачем? чтобы я ящик смогла открыть очевидно же зачем это? она разозлилась а тебе тебе какое дело? ну это вроде как исполняющая обязанность она задумалась дай мне тогда активированный уголь живот болит? да ехидно усмехнулась она я почувствовал что что-то здесь не так нет не даем точно живот болит? точно точно что-то не похоже а что мне здесь а что мне здесь разорвать должно чтобы ты поверил я не знаю что можно плохого сделать и с активированным углем но я уверен ты придумаешь она замялась а даже если и так вот так и думал тогда я тебе точно ничего не дам Алиса попыталась силой пролезть к ящикам но я как Александр Матросов закрыв грудью амбразуру при всей своей наглости она все же была девочкой и оттеснить меня у нее не получилось ну и ладно в другом месте найду она разорвнулась направилась к выходу в дырак Алиса остановилась и обернулась кстати там вошата с медсестрой пенера несут которому ногу сломал мне это все равно но им наверное тяжело так и тебе и поверил иди сам посмотри казалось что Алиса врет но с другой стороны она пока она была у меня на глазах я подошел к двери и выглянул на улицу там никого не оказалось ну и где? не дошли значит еще она развернула руками счастлива я вернулся к столику и только тогда обнаружил что один из ящиков открыт как же она так успела все за секунду отвернулся впрочем что плохого может выйти из активированного угля до ужина осталось минут пятнадцать и сестра все не возвращалось наверное вот так уходить не дело все же она меня попросила да и мало ли что случится когда я уйду хотя кому понадобится что-то отсюда воровать разве что Алисе активированный уголь я вновь открыл журнал и принялся листать по энному кругу мода восьмидесятых уже не так забавляла как в начале несколько раз и на меня накатывала зимота на часах было уже шесть а значит ужин начался конечно надо было до конца нести службу не покидать пост ни при каких обстоятельствах но у моего желудка похож на этот счет существовало особое мнение я встал и уверенно направился к выходу за это рю послужился какой-то шорох не уверен неужели опять кто-то отравился сломал руку или еще что похуже я тяжело вздохнул и дернул за ручку однако снаружи никого не было похоже просто как показалось я вернулся внутрь и тут же заметил что на пункте что-то изменилось а точнее на столе появилось яблоко но откуда не могут же фрукты сами собой материализовываться из воздуха хотя в этом лагере возможно все скорее всего его кто-то просто сюда принес ну возможно ли она в качестве благодарности ведь она такая стесительная и ну подождите как же она так вот так прошла мимо меня не станет же лена лезть в окно в конце концов значит здесь что-то другое меня внезапно хватил страх а вдруг это яблоко отравленное хотя зачем идти на такие ухищрения когда я здесь совершенно беспомощен убить можно гораздо проще или это яблоко которое вкусил ева в саду Эдемы тогда мне точно не стоит его есть ту же секунду живот напомнил о себе предательски звурчив впрочем пока я закрою медпункт пока дойду до столовой пока возьму еду стенки желудка буквально прилипали к позвоночнику наверное ничего страшного я еще раз попытался вспомнить не лежало ли это яблоко здесь раньше в конце концов откуда-то оно взялось может быть залетело в окно действительно ставня была немного приоткрыта значит это все-таки кто-то сюда положил получается ничего страшного нет хотя нет есть не будем потому что ну блин ребят тут этот выбор никак ни на что не влияет нет даже если предположить что это яблоко вполне обычное то не стоит есть немытые фрукты хотя бы так этой мыслью я оправдал свои страхи отложил яблоко в сторону пора было выдвигаться на ужин по дороге меня по дороге меня догнал электроник как поиски шурика да все так же ты не расстраивайся найдется он я пытался как-то подбодрить его уже столько времени прошло пойду искать дальше а как же ужин это важнее лакомысленно изрек он на перекрестке наши дороги разошлись и я пожелал ему удачи Виктор Цой вдрях столовой толпились пионеры я ускорил шаг чтобы хотя бы сегодня оказаться не последним и мне повезло в дальнем углу осталось полностью свободный столик я быстро взял и еду и съел сегодня на ужин давали фруктовый суп и несколько булочек кстати фруктовый суп я как-то я учусь на повара-кондитера и я пробовал один раз готовил его ну получился такой вкусненький такой набор блюд меня весьма удивил а после дегустации даже порадовал я принял сосредоточенно есть Лена давай сюда смотри целых три стула перед у нас стояли Лена и Мику тут свободно? поинтересовалась Лена да садитесь лучше конечно она была бы одна спасибо только и успел сказать Лена как у нее из-за спины появилось Женя я сяду тут больше некуда не дождавшись моего ответа она поставила под нос на стул и села конечно располагайтесь грустно пробурчала себе под нос сейчас что? ничего честно говоря я был с удовольствием сократил эту компанию до одной Лены но в то же время ни Мику ни Женя не доставляли бы никаких особых проблем одна разве что говорливая а слишком другая мнительная но все равно они обе абсолютно безвредны и по сравнению с некоторыми ой я ключ кажется забыла ничего страшного возьми мой я даже удивился что Мику ограничилась такой короткой фразой а вы вместе живете? да конечно ты не знал? вместе наш домик самый крайний то есть самый дальний от столовой ну то есть самый последний я бы не удивился если бы узнал что Лен живет со Славей с Женей на худой конец да хоть с электроником но молчаливая и заистинчивая Лена и не в меру рассама охотливая Мику да это сюрприз нашли своего Шурика странно что же они вообще волнуют чужие проблемы нет небось в деревню убежал за сигаретами или за водкой она фыркнула в деревню? в сотой секунды разговор у меня живо заинтересовал стал интересовать а что такого? Женя сделал удивленное лицо а здесь есть поблизости деревня? наверное сказала она неуверенно я посмотрел на Лену и Мику но они были заняты едой и не обращали внимания на наш разговор то есть ты точно не знаешь? да какое мне дело? Женя уставила себе в тарелку но здесь должны быть какие-то населенные пункты поблизости слушай слушаю дай спокойно поесть похоже больше от нее ничего не добиться хотя может быть она и вправду не знает все оставшееся время пришлось слушать как Мику говорит о каких-то малозначительных вещах и тихо сходить с ума так что выйдя на улицу и вздохнул с облегчением солнце уже садилось можно немного прогуляться вряд ли я сам найду какое-то занятие на вечер а так может что интересное подвернется подходя к площади я услышал сильный хлопок похоже что-то взорвалось у меня словно парализовало я нахожусь в рождевной среде неизвестно что там и как лучше убежать но в то же время интересно наверное я бы так и стоял здесь если бы меня кто-то не схватил за руку это была Ольга Дмитриевна чего стоишь пойдем разбери все что там произошло а без меня никак жалобно взмолился я да ничего там страшного не должно быть по идее когда мы вышли на площадь там уже столпились пионеры Ольга Дмитриевна решительно расталкивая всех подошла к месту преступления судя по всему взорвали генду по узлу злоумышленников ничего не вышло памятник устоял лишь на пьедестале были видны еле заметные следы копоти ну и кто это сделал она глядела толпу пионеров понятно что это не был был террористический акт совершенный группой лиц по предварительному сговору они все просто пришли сюда посмотреть что произошло в толпе я увидел Ульяну и Элису похоже заметила их и вожатая вы двое ко мне они запротестовали но все же подошли а что сразу я если вы считаете Двачевская покажи-ка руки а что с ними не так я пригляделся увидел что руки у Алисы измазаны чем-то черным теперь понятно еще бомбу делала юная террористка кажется задумывала раздумывала осознаваться или нет но потом гордо выпалила активированный уголь селитра и серо стоп уголь уголь который она украла из медпункта и почему именно памятник чем тебе помешал уважаемый заслуженный человек бред за права не знаю сколько бы она еще продолжала читать Элису но на площадь выбежал электроник и закричал нашел нашел все повернулись в его сторону руки он держал ботинок вот электроник побегнулся на потрясом над головой этот ботинок шурика так успокойся расскажи подробно где ты его нашел в лесу на тропинке в старый лагерь по рядам прошел какой-то шепот старый лагерь старый лагерь ты уверен? абсолютно а что такое в этом старом лагере? вмешавился и разговор да ничего такого там на самом деле она запнулась а одна из легенд совенка гласит что там живет привидение молодой вожатый которая влюбилась пионера но не найдя взаимности покончила с собой сделала характери кухонным ножом а мальчика этого на следующий день сбил автобус Ленг выбежал из толпы автобус или удержался чтобы не спросить о номере маршрута но наука не допускает существования привидений поэтому опасаться там нечего все равно кто-то должен туда пойти ряды пионеров внезапно начали рядеть Ольга Дмитриевна ночью уже почти может завтра я обернулся и увидел Славю с Леной а если ночью с ним что-то случится нет сегодня сейчас кстати а где это электроник примерно объяснил дорогу и рассказал про историю старого лагеря вожатая пристально посмотрела на меня если вы думаете что я ты здесь один остался из мужчин я огордел площадь и правда ведь электроник куда-то слинял однако мне все равно совершенно не хотелось ночью в одиночестве слоняться по лесу если бы можно было выбирать я бы мы пойдем со Славей я пойду с ним ладно так ребят на этом у меня пока что все потому что его уже приближается лимит записи для меня на этом у меня все всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока пока